Сегодня на загородной трассе Ноябрьск-Вангапуровский произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Шевроле Нива угодила под КАМАЗ. На месте событий побывала Ксения Епишева. Ей слово. Откуда вы ехали? Я уже не помню. Не помните? Проблемы с памятью у мужчины возникли, вероятно, после изрядной дозы выпитого алкоголя. Судя по запаху, водитель незадолго до аварии употреблял спиртное. Собственно, сам он это не отрицает. Упились сегодня? Да. А зачем вы за руль сидели? Я сидел за рулем. Вы не сидели за рулем? Нет. А кто был за рулем? Товарищ. Нетрезвый мужчина слукавил. За рулем Нивы, по словам свидетелей, которые и помогали ему с товарищем выбираться из искореженной машины, находился именно он. Как это, если не было? Если пассажиров увезли за рулем, кто был тогда? Точно он был. Просто я ехал сзади, ничего не знал. Не-не-не, он был за рулем. И он что, не увидел вас или как в этой большой машине? Не знаю даже. Ничего не могу сказать. Просто врезался? Просто прямо тупо в нас въехал и все. Ниву хорошенько зажало под прицепом КамАЗа. Инспекторы не исключают, что пьяный водитель «Шевроле» сильно превысил скорость. Об этом говорит довольно большой тормозной путь. Сам он пострадал незначительно. А вот его приятель, который, кстати, тоже, вероятно, был на веселе, получил серьезные травмы. Пассажир автомобиля «Шевроле Нево» получил телесные повреждения. Был доставлен бригадой скорой помощи в центральную городскую больницу. Водителю автомобиля «Шевроле Нево» оказана помощь на месте. Вообще тот факт, что сам водитель и его пассажир остались живы после такого удара – настоящее чудо. Возможно, после такого урока судьбы этот мужчина больше не сядет за руль в нетрезвом состоянии. Хотя даже трезвому сесть за руль ему удастся не скоро. Вероятнее всего он будет лишен водительских прав. Ксения Епшева, Виталий Харченко. Новости нашего города. И спустя несколько минут в Ноябрьске случилось еще одно ДТП. В нем пострадал мотоциклист. Все произошло в районе аэропорта. На крутом повороте машину занесло. Сотрудникам ГИБДД мотоциклист пояснил, что двигался он со скоростью 55-60 км в час. Но во время маневра задним колесом выехал на обочину и машину повело. С многочисленными переломами молодой человек доставлен в больницу. Госавтоинспекторы говорят, что все могло бы быть гораздо хуже, если бы встречная полоса не была свободной. Жизнь молодому человеку спас шлем. Накануне вечером на перекрестке улиц Холмогорска и Космонавтов столкнулись ВАЗ-2112 и Hyundai Accent. Госавтоинспекторы установили, женщина-водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории от гостиницы Лесная, не предоставила преимущества 12-й, которая двигалась по главной. На заднем сидении Акцента находился ребенок. Мальчик был пристегнут в детском кресле. И это и спасло его от серьезных травм. Тем не менее, малыш все равно пострадал. У него ссадины и гематома. Добавлю, стаж вождения у виновницы аварии небольшой. Всего около 4 месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok